На Гомельщине распочались с поборницей по зимовой рыбалцы. Первыми за перемогу спрочались аматоры этого вида спорта из областного центра. В дальнейшей программе – межрайонные встречи, областные и республиканские этапы. Разом с рыбаками на лед Володькиного озера вышел наш корреспондент Олег Синсеров. Так званное Володькиное озеро – утворение штучное. Неколе тут было болото, за кого намывали песок для быдовництва новых микрорайонов. Зато и теперь у гомельчан есть доброе место для отпочинку и ловли рыбы. Далее, самое глубокое место на озере – 27 метров. Что отличается на явности рыбы, то и есть у озера Шмат. По словам самих рыбаков, некоторые особенные, в первую очередь, вважают десятки килограммов. Правда, в деньг из поборниц, организованных белорусским товариством полевничных и рыболовов, об таких уловах не марили. Тем больше, что на этот раз продемонстрировать свои мягчимости необходимо было в относно неглубоком месте водоема. Сегодня здесь реально побеждает тот, кто побольше будет бегать, больше сверлить буром, больше пытаться попыток поймать, менять наживки. Он победит, потому как в этом месте рыбы на сегодняшний день очень мало. Вся рыба находится в зимуальной яме, в глубине. Поэтому для того, чтобы именно определить человека, который лучше обладает навыками ловы рыбы в зимний период, мы выбрали такое расположение. Не глядите на официальный статус споборницов. Для удейников это еще и махчимость отпочит на природе. Многие пришли целыми семьями. У вугле неких обмежеваний на таких споборницах неяснули. На лед запросили у всех жадающих, мужчин, женщин, детей с 12-ти годов, аматоров и профессионалов. Ровеси выходные перед телевизором. Такая перспектива явно не для этих людей. Вы посмотрите на природу. Идет снег, замечательный воздух. Это люди, общение, друзья. Всегда. Те люди, которые сидят на диване, наверное, это не лучший способ провести свое время. Всегда здесь на водоеме можно отдохнуть хорошо, друзей найти. Вот это вот. В этом весь секрет. Зимовая рыбалка – процесс не протяглый по часу, а тому и с поборницами проходит худка. Уже на наступную субботу запланованы межрайонные встречи, потом областные и республиканские этапы. Правда, только официйной часткой у Гомской в области все летовые решили не обмяжоваться. На проконце студенятия, на початку лютого, пройдет фестиваль рыбной ловли. Местом его проведения вероятно так само станет Володькиного озера. Причем на лед запросить не только дорослых, а и детей у всех взрослых. Организаторы обещают, что это будет соправданное свято на природе. Мы популяризируем этот рыболовный спорт. Все же это активный образ жизни, чтобы детки видели, как это развитие наше идет в целом. Вместе с тем мы на такие соревнования выдаем призы и детям. Мы вовлекаем их, выдаем билетики, прям непосредственно уже на льду, при желании родителей, чтобы мальчишка или девчонка вступили в члены юного охотника и рыболова. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, телерадио «Компания Гомель».